Генеральный примар муниципе Кишинёв Ион Чебан отметил, что ситуация в столице остается сложной, и пока о снятии ограничений говорить рано. В силе красный код эпидемиологической опасности. Муниципальные больницы с трудом справляются с потоком ковидных пациентов. В дневное время занимаются практически все места в отделениях интенсивной терапии. Врачи нам сообщают, что штамм дельта куда более агрессивный, чем то, что было раньше. Мутация и заразнее, и опаснее в плане симптомов, а у пациентов после дельты проявляется больше осложнений. На этой неделе в муниципальных больницах будет задействовано еще несколько ковидных отделений. Об этом также сообщил Ион Чебан. Мы обсуждаем, сколько необходимо койко-мест для ковидных пациентов, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Скорее всего, мы задействуем ковидный блок в больнице Святой Троицы, включая 32-33 койки в отделении интенсивной терапии. Еще одно отделение, вероятно, задействовано в больнице номер 4. Сейчас только в больнице имени Палладе нет ковидного отделения, но если понадобится, и здесь можно задействовать 200-300 коек для пациентов с коронавирусом, в том числе 10 в интенсивной терапии. Отмечается, что 4 октября за школьные парты вернулись ученики 111 столичных гимназий и лицеев. Остаются на дистанционном обучении 20 школ. В управлении образования муниципе Кишинев уточнили, что в некоторых школах невозможно обеспечить соблюдение дистанции между учениками в один метр, и поэтому такие образовательные учреждения тоже переведены на удаленку.